На прошлой неделе в регионе прошел фестиваль-форум Российская креативная неделя «Музыка». Это первое специализированное федеральное событие, посвященное музыкальной индустрии. С этой темы начали штаб по комплексному развитию региона. Отдельные слова благодарности хочу сказать организаторам и участникам фестиваля. Мероприятие прошло на достойном уровне. Вадим Иванович, вам отдельная благодарность. В Ульяновской области продолжается реализация федеральной программы «Десятилетие детства». Цель проекта – повысить значимость демографической повестки и усилить меры, направленные на создание условий для рождения, обучения, укрепления здоровья и обеспечения безопасности детей. В Ульяновской области продолжают расширять категории граждан, которым оказывают социальную поддержку. В 2024 году к таким категориям добавились сотрудники Следственного комитета и участники СВО, которые на добровольных началах служат по контракту. Они получат выплаты при получении увечий, ранений и инвалидности на СВО. При гибели участника специальной военной операции выплату получат его близкие родственники. Мы расширили перечень именно членов семьи, которые могут воспользоваться этой выплатой. Если ранее это были непосредственно близкие родственники, родители, несовершеннолетние дети, то сейчас также имеют возможность при отсутствии близких родственников получить выплату полнородные и неполнородные братья и сестры. На территории Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Последнюю декаду мая в регионе посвятили событийному и деловому туризму. Завершится 9 декады ярким событием 9 июня. Это крупное событийное мероприятие, фестиваль музыки «Бульвар». Кроме того, центральным мероприятием декады, конечно же, станут открытия с 1 июня 24-го года авиасообщения между городами Ульяновск-Минск и запуска речной навигации по Волге и на метеорах Казань-Нижний Новгород. В Ульяновской области дождь и заморозки повлияли на срок посевной кампании. Майские дожди и холод ее замедлили, но ряд муниципальных образований уже завершили посев ранних яровых культур. Сегодня кормовые культуры засеяны на 85%, овощи на 66%, картофель на 84%. Яровые культуры посеяны на 98%. В планах завершить сев ранних яровых культур до 31 мая. Также немаловажную роль играет обмен опытом между сельхозтоваропроизводителем. Приемки посевов в обязательном порядке должны участвовать представители областного Минсельхоза и кураторы от научно-образовательного кластера. С 1 июня средние специальные учебные заведения начнут прием документов от выпускников. ВУЗы не позднее 20 июня. Вчерашние школьники хотят быть программистами, строителями и медиками. Именно эти направления чаще других выбирают выпускники сегодня. В 2024 году в регионе предусмотрено почти 5000 бюджетных мест в колледжах и 4700 бюджетных мест в ВУЗах. Валентина Никонова, Геннадий Бухтаяров, Олправда ТВ.